Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 62 миллиона недополучит бюджет Кирова в 2023 году из-за введенных для бизнеса льгот. Речь о двух региональных законах, которые приняли в октябре депутаты ОЗС, о снижении налоговых ставок для предпринимателей, работающих по ОСН и по налогу на имущество организаций. Начальник городского департамента финансов Гульнара Сефуддинова сообщила, что в результате принятия законов выпадающие доходы бюджета города на 2023 год составят 62 миллиона рублей. Из них 38,5 миллионов по ОСН и 23,5 по налогу на имущество. При этом чиновники полагают, что эти выпадающие доходы перекроются за счет перевыполнения плана по другим налоговым источникам. Более 15 миллиардов рублей кировчане потратили на алкоголь за 9 месяцев. При этом 70% от этой суммы жители региона оставили в кассах сетевых магазинов, рассказали в Кировстате, где подвели итоги работы сетей с января по сентябрь 2022 года. Оборот розничной торговли в сетевых магазинах региона составил 87,5 миллиардов рублей. Объемы продаж за год выросли на 3%. Среди всего ассортимента товаров, представленных на прилавках, кировчане традиционно отдавали предпочтение продуктам питания, напиткам и табачным изделиям. Лидерами продаж стали сети магазинов «Магнит», «Пятерочка» и система «Глобус». В непродовольственном секторе тоже «Магнит», а также «Леруа Мерлен», «ДНС», «Эльдорадо» и «Эмвидео». А сейчас информация от наших партнеров. Кировский центр «Мой бизнес» запустил новый развивающий проект. Это открытые занятия по предпринимательству для старшеклассников. В их основе деловая игра «Кто хочет стать предпринимателем», в ходе которой подростки открывают свои способности к бизнесу. Обучение построено на реальном общении с действующими предпринимателями. Отвечают на сложные вопросы и рассказывают, как открыть свое дело люди бизнеса, живущие рядом со школьниками в родном районе. Директор центра «Мой бизнес» Владимир Скобелкин отметил, что ребята очень заинтересованы и активно проявляют себя на занятиях. Подчас удивляют своими нестандартными решениями. Вполне возможно, некоторые из них в будущем станут успешными предпринимателями Кировской области, заключил руководитель. После каждого занятия дети получают домашние задания с написанием короткого эссе на тему «Какой бизнес я хочу открыть и почему». За лучшие работы ребята получат призы. С образовательными программами сотрудники центра «Мой бизнес» уже побывали в школах Кировочепецкого, Уржумского, Лебяжского, Пижанского, Советского и Слободского районов. Впереди Верхошижемли и Амутнинск. Открытые мероприятия для 300 старшеклассников станут первыми шагами к изучению предпринимательства. Возрастное ограничение 12+. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.